Рассказ из журнала «Славянка» за март-апрель 2018 года. Иллюстрация на заставке выполнена Вячеславом Люлько. Я прощаю тебя, и ты меня прости. Аня очень любила пасхальные службы. В их небольшом храме все прихожане знали друг друга, может быть, поэтому молиться было легче. Заболеть спина, обернешься, а сзади Полина Никитична стоит, как солдат на посту, а ей, между прочим, восьмой десяток пошел. И сразу стыдно становится. Уж если она держится, то молодым и подавно стоит. Да и вообще приход очень дружный. Все поддерживают друг друга. Даже когда здесь впервые появилась Алена, никто не бросил в ее сторону презрительного взгляда. Никто не стал шептаться за спиной. А началось все много лет назад, когда Аня познакомилась с Алексеем. Она очень хорошо запомнила, как в тот весенний день к ней подошла коллега и шепотом попросила. «Аня, выручи, а? У меня соседи квартиру продали, и теперь там мужчина с дочкой поселился. Я с ним познакомилась, так оказалось, что он в разводе. Жена ребенка ему оставила, а сама Москву отправилась покорять, представляешь?» Аня не представляла и представлять не хотела. Она вообще старалась сторониться сплетен. Вздохнув, Аня спросила, «Марина, чем помочь-то?» Коллега хитро прищурилась. Он верующим оказался. Я в прошлое воскресенье его встретила, спросила, куда это его понесло с утра пораньше. Так и узнала, что он в храм ходит. «Я, знаешь, тоже решила туда походить. Только ты меня, Анюта, научи сначала, как себя вести, ну, чтобы не опозориться. А то еще свечку не туда поставлю, потом стыда не оберешься». Аня засмеялась. «Ты что, Марин, в храме решила личную жизнь налаживать?» Коллега не обиделась, а только пожала плечами. «А что тут плохого? Мне кажется, мужик он неплохой, а то, что с девчонкой так это и хорошо, будет мне потом всю жизнь благодарен за то, что я чужого ребенка воспитала». Ане не хотелось вступать в дискуссию, поэтому она просто пообещала, что принесет Марине несколько книг для новоначальных. И уже в следующее воскресенье она с удивлением обнаружила коллегу в своем храме. Оказалось, что Алексей ходил именно сюда. Марина подмигнула приятельнице и глазами показала на высокого мужчину, у ног которого на корточках сидела девочка лет пяти. Аня подумала, что действительно видела их несколько раз на службе. Потом было причастие и маленькое чудо. Такое, о котором не рассказывают друзьям. Его берегут в сердце всю жизнь. Воспоминания о нем хочется спрятать за семью замками и ни с кем не делиться. Аня отошла от чаши, зачем-то обернулась, встретилась с ним глазами и поняла. Это он. Ее судьба. Тот, который один и на всю жизнь. Сначала она испугалась собственных мыслей и чувств. Постаралась забыть и выбросить все из головы. В конце концов, ей уже было далеко за 30, кроме того, нужно учиться управлять своими чувствами. В общем, Аня взяла себя в руки. Тем более, что в нескольких метрах от нее на скамеечке сидела Марина, терпеливо поджидая свою «жертву». В кавычках. Как выяснилось позже, жертва оказалась крепким орешком. Представляешь, – жаловалась Марина. Он всем своим видом показывает, что я ему неинтересна. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Пусть поищет дуру, которая согласится воспитывать его ребенка. Аня молчала. Молчала и думала о том, как может мать оставить свое дитя. Как мужчина может самостоятельно воспитывать ребенка. Вся эта история походила на сюжет какой-то мелодрамы. Она решила, что не будет даже смотреть в сторону Алексея. А он, как нарочно, оказывался все время поблизости. И вот однажды, после исповеди настоятеля храма, старенький, но очень бодрый отец Тихон поинтересовался. «А не пора ли тебя сосватать, Аннушка?» Аня покраснела и опустила голову. Батюшка задумчиво произнес. «Ты к Алексею приглядись. Хороший человек, очень хороший. Таких в наше время днем с огнем не сыскать. Видно, что и ты ему понравилась. А как подступиться к тебе не знает. Сколько раз пытался заговорить, а ты убегаешь, как ошпаренная». Тут она и рассказала все. И про то чувство, пронзившее сердце, и по тридцать с хвостиком, и про то, что надо жить в трезвении. «Ну, все ясно», – кинул отец Тихон. «Струсила!» – выходит. «Ты, Аннушка, больше не дури. Договорились?» «Познакомься с ним, пообщайся. Там, глядишь, и семья сложится. Может, у бедного ребенка мама появится». «Знаешь, как Ксенюшка намучилась?» Ей же мать не постеснялась сказать, что уезжает навсегда. Обещала, правда, забрать, как устроится. «Только кто ж ее отдаст?» И батюшка засмеялся. Тихо так, едва слышно. На сердце у Анни стало тепло и радостно. От Алексея она больше не убегала, наоборот. Купила красивый детский молитвослов в яркой обложке и при первом же удобном случае подошла к Алексею с Ксенией. «Можно тебе сделать маленький подарок?» Ксюша испуганно поглядела на отца. Тот кивнул. «Спасибо», – сказала девочка. «А как вас зовут?» Подружились они быстро. Аня лишь удивлялась, с какой радостью Ксюша с ней общается. Еще она восхищалась Алексеем, потому что ей казалось, что таких отцов на свете просто не существует. Он действительно все делал сам. Лишь изоритка отвозил Ксюшу к своей маме, когда нужно было надолго отлучиться. «Я ж программист», – объяснил мужчина. «Уже лет десять как работаю удаленно. Сначала, правда, даже о специальности такой не знал. Работал долгое время переводчиком. Но товарищ в свое время познакомил с компьютером. Я увлекся. Сразу почувствовал – это мое. Так что могу быть дома сколько нужно. А Ксюша у меня сообразительная и очень самостоятельная. Она мне во всем помогает. А когда работаю, сидит тихонько и рисует. Представляешь, ей даже читать интереснее, чем мультики смотреть. Про маму девочки Аня спрашивать боялась. Но однажды все-таки решилась. «Ты давно в разводе». Алексей немного помолчал, а потом рассказал свою историю. «Мы разошлись с Аленой через год после рождения Ксюши. Понимаешь, я еще не был верующим, когда мы познакомились. Жил как придется. Когда узнал, что она забеременела, решил поступить как порядочный человек. Так мы и поженились. Я честно пытался сохранить семью, но все трещало по швам с самого начала. Алена любила тусовки, поездки к друзьям, вечеринки. Мне не нравилось, что ребенка мы оставляли бабушке. Да, собственно, мне вообще не нравился такой образ жизни. Я человек семейный». Вскоре Алена стала уходить одна. А мы с Ксюшей оставались вдвоем. И однажды она просто не вернулась. Она позвонила утром, сказала, что жить в клетке больше не может и не хочет. А она птица вольная. Намекнула, что встретила любовь всей своей жизни. Я воспринял это спокойно, но сказал, что Ксюша останется со мной. Алена возражала слабо и недолго. Нас развели, и мы с ребенком переехали к моей маме. Аня нахмурилась. Она навещала дочь. Да, периодически. Ужас начался тогда, когда Алена осознала, что может меня шантажировать ребенком. Если у него было плохое настроение, она могла позвонить и сказать, что решила судиться со мной. Она просто упивалась своей властью. А я все терпел. Потому что понимал, если дело дойдет до суда, Ксюшу ей отдадут. Кто мне доверит эту крошку? Кто поверит, что отец может позаботиться о ребенке лучше, чем мать? Она же не алкоголичка, не наркоманка. У нее своя квартира, хорошая работа. Алексей перевел дыхание, а потом признался. Если честно, я просто мечтала о том, чтобы однажды она оставила нас в покое. Посмотри, у меня половина головы седая. Первые три года после рождения Ксюши меня вымотали до изнеможения. Именно тогда я обратился к Богу. Просто взмолился и попросил. Господи, помоги мне. Ничего чудесного тогда не случилось, но на сердце стало как-то спокойнее. Мне захотелось поблагодарить Бога, и я решил сходить в храм и поставить свечку. Там познакомился с алтарником. Разговорились мы как-то, можно даже сказать, подружились. Он мне стал книги давать, почитать. Так я постепенно и вошел в церковь. Алена взволнованно спросила. А как Алена? С ней что? Год назад она пришла к нам в гости и сказала, что уезжает навсегда. Отправилась покорять столицу. То ли ей там место предложили хорошее, то ли очередная любовь случилась. Этого я не знаю. Ксюша она сказала, что однажды приедет за ней и заберет с собой. Но в это я совершенно не верю и больше не боюсь. Мужчина улыбнулся. Нам она ни разу после этого не звонила. Дочке, конечно, было очень обидно. Все-таки раньше она маму хоть изредка видела. А я признаюсь, вздохнул с облегчением. Ну а недавно, как ты знаешь, подвернулся хорошие варианты. Я приобрел собственную квартиру. Так мы с Ксюшей сюда и переехали. Аня думала над этим рассказом долго. Пыталась понять, хватит ли у нее сил стать для чужого ребенка родным человеком. Ксюша к ней очень тянулась, старалась понравиться. Было видно, что девочке очень не хватает материнской ласки и любви. Это был очень серьезный шаг, который нужно было обдумать. Назад дороги быть не могло. Что касалось ее чувств к Алексею, то здесь все было проще. Аня влюбилась. Так отчаянно и безвозвратно, что было даже страшно. Алексей испытывал те же чувства. У нее совершенно не было в этом сомнений. И Аня решилась. Свадьбы не было. Лишь роспись и венчание, на котором они оба плакали, не стесняясь переполнявших чувств. Так встретились два одиночества. Конечно, легко не было. Все-таки взрослые люди со своими привычками и сложившимися взглядами на жизнь. Но они очень старались. Проще всего было с Ксюшей. Она доверилась Ане и совсем скоро стала называть ее мамой. Но спокойная жизнь закончилась быстро. Однажды, когда Аня забирала Ксюшу из школы, к ней подошла незнакомая женщина. «Вот значит, какая ты!» Глаза женщин встретились, и Аня оцепенела от ужаса. Она поняла, что перед ней стоит Алена, хотя никогда не видела ее даже на фотографиях. Их просто не было в ее новом доме. «Что тебе нужно?» Аня старалась говорить спокойно и ни одним жестом не выдать своих чувств. Алена расправила плечи, на которые была накинута меховая накидка, и отбросила назад длинные непослушные локоны. «Да, собственно, ничего. Ты не нервничай. Я из любопытства приехала сюда. В этом городишке найти человека не составляет труда. Просто захотелось посмотреть на вашу семейную идиллию». Аня нервно посмотрела на часы. До звонка оставалось несколько минут. Еще какое-то время понадобится на то, чтобы Ксюша оделась. «Посмотрела? А теперь уходи. Не надо ребенка травмировать. Она уже скоро выйдет. Я не хочу, чтобы вы встречались». Алена нахмурилась. Стало понятно, что так просто она не отступит. «А ты кто такая вообще? И по какому праву распоряжаешься моей дочкой? Я ей, может быть, подарки привезла, так что сегодня я ее сама заберу. Сходим в кафе, прогуляемся по магазинам». Ане стало страшно. Она знала, как тяжело было Ксюше принять тот факт, что маме она совершенно не нужна. И глядя на Алену, ей было понятно, что этот порыв чувств не будет длиться долго. Нужно было срочно что-то придумать. «Послушай», – Аня старалась говорить спокойно. «Ты не появлялась в ее жизни больше двух лет. Нельзя теперь вот так просто заявиться и забрать ее из школы. Ты хоть понимаешь, какой это будет стресс для ребенка?» Алена глядела на нее с искренним недоумением и какой-то детской обидой. «Почему нельзя? Я же мать!» «Сказала бы я тебе, кто ты!» – пробормотала Аня, а потом решительно взяла ее за руку. «Слушай, уходи, а! Дай мне хотя бы несколько дней, чтобы я ее подготовила ко встрече, а потом обещаю, вы сможете общаться». Алена молчала, обдумывая предложение. «Ты, кстати, в городе долго пробудешь?» «Возможно, несколько недель», – беспечно пожала плечами женщина. «Я квартиру продать приехала. Мы с моим молодым человеком решили расширять бизнес в Москве, так что нужно вложиться, а эта халупа мне больше не понадобится». В этот момент двери школы открылись, и дети с шумом стали выбегать во двор. Аня умоляюще посмотрела на Алену. «Пожалуйста, приходи в пятницу в это же время». «Ладно», – буркнула та и не спеша побрела к стоянке. Ксюша всю дорогу что-то весело щебетала, а Аня думала о том, что скажет Алексей, и как им лучше поступить в этой ситуации. Поздно вечером, когда они уложили дочь, она обо всем рассказала супругу. Муж махнул рукой. «В пятницу я сам Ксюшу заберу». И добавил сам себе. Подарки она привезла. Аня ничего не сказала, но какое-то странное, щемящее чувство прочно засело в ее сердце. Может быть, дело было в том, что ее собственная история была очень похожа на историю Ксюши. Анина мама в свое время тоже отдала дочку на воспитание бабушки и уехала на стройку в тот город, где они теперь жили. Аня очень хорошо помнила, как сильно скучала и тосковала по маме. «Леш, я вот о чем хочу с тобой поговорить». На следующее утро Аня выглядела разбитой и уставшей. Сказывались бессонные ночи тяжелые раздумья. «Может быть, нам все-таки позволить Алене встретиться с дочкой?» И быстро продолжила. «Ты только не горячись!» «А подумай спокойно. Она же не отстанет. Я видела ее. Для нее отказ будет личной обидой. И если мы сами не подготовим Ксюшу, а она ворвется в нашу жизнь без спроса. Ты же знаешь, что по документам она ее мать». Алексей вздохнул. «У нас же полноценная семья, хорошие жилищные условия. Я работаю. Ты занимаешься домом и воспитанием ребенка. В конце концов, соседи, врачи, учителя все подтвердят, что мы справляемся, и именно мы воспитываем Ксюшу. Неужели ты думаешь, что она сможет Ксюшу забрать?» Аня нервно барабанила пальцами по столу. «Не знаю. Она тоже может найти каких-нибудь свидетелей и придумать, что мы препятствуем ее общению с дочкой. Нет, нет, Леш, что-то мне подсказывает, что надо сейчас согласиться на ее условия, а потом... Кто знает, имеем ли мы право вот так запросто решить за Ксюшу, что для нее лучше?» Муж молчал, и Аня решительно кивнула. «Я постараюсь подготовить ее. Пусть встретятся». Вдруг Ане вспомнился тот вечер, когда она встречала свою родную маму. Рейсовый автобус немного задерживался, и маленькая Анечка нетерпеливо подпрыгивала на остановке. Лицо бабушки было осунувшимся и очень грустным. «Бабушка, ну скоро!» «Вот ягоза какая!» – вздыхала та. «Скоро уже, скоро!» Потом она увидела маму. Мама была в нарядном голубом платье и красивых туфлях. Легко соскочив с подножки, она бросилась к Анечке. Долго обнимала ее, целовала в глаза, нос, румяные щечки. А девочка смеялась и жмурилась от счастья. «Надолго!» – раздался встревоженный бабушкин голос у них за спиной. Анина мама улыбнулась. «Нет, на выходные, а потом поедем». «Все-таки надумала забирать!» – вздохнула бабушка. Конечно, у них история была совсем другая. Анин папа погиб молодым почти сразу после рождения дочки. Утонул в озере. Мама вскоре решила ехать на стройку, оставив Анечку на попечении бабушке. Она часто писала письма, приезжала. Каждый раз это было для малышки настоящим праздником. Наконец, мама решила забрать ее в город. Аня помнила тот день как один из самых счастливых. Уже потом, повзрослево, она осознала, как непросто было бабушке оторвать ее от себя. Потому что прикипела, привязалась, вложила столько любви. Но бабуля была очень доброй и мудрой женщиной, к тому же глубоко верующей. А это по тем временам было настоящим подвигом. «С Богом!» – шептала бабушка, отправляя их в новую городскую жизнь. «Берегите друг друга!» Разговор с Ксюшей был тяжелым. Девочка хмурила бровки, поджимала губы и мотала головой стороны в стороны. «Ксюшечка, родненькая!» – уговаривала Аня. «Она же тоже твоя мама. Она соскучилась. Мы просто все вместе немного погуляем, а потом ты вернешься домой, и все у нас будет как прежде». Детская обида была очень горькой. Но Ксюша доверяла Ане, поэтому, сделав над собой усилие, она все-таки согласилась. «Ладно, только ты с нами будешь, хорошо?» Аня кивнула, а перед сном, зевая, Ксюша мечтательно пробормотала. «Может быть, она подарит мне большого плюшевого медведя, такого, как в витрине детского мира. Как ты думаешь?» В пятницу Алена не пришла в школу. Аня с Ксюшей гуляли больше часа вокруг школы, но она так и не появилась. «Наверное, у нее какие-то важные дела. Она же сказала, что продает квартиру. А там, знаешь, как все сложно?» Ксюша серьезно посмотрела на Аню и неожиданно сказала. «Вообще-то знаю. Когда мы с бабулей разъезжались и папа покупал новую квартиру, то он ни на минуту обо мне не забывал. Мы все делали вместе. Ладно, мама, пойдем уже домой». Больше они не вспоминали об Алене. Аня боялась о ней говорить, чтобы еще сильнее не ранить Ксюшу. А девочка, казалось, была вполне счастлива со своей второй мамой. Можно было бы поставить точку в этой истории, если бы однажды Ане не пришлось выехать в Москву. В больницу с инсультом попала ее родная тетя. Детей у нее не было, и после выписки Аня вызвалась поухаживать за ней какое-то время. Старушка, несмотря на немощь, была бодрой и предупредила сразу. «Я, Аннушка, быстро наловчусь со всем справляться, так что будешь со мной несколько дней, да к семье вернешься, а пока у тебя есть возможность съездить к Матронушке». Так она и сделала. Тем более, давно хотела попасть в Покровский женский монастырь, помолиться Божьей Матери перед ее чудотворной иконой взыскания погибших. При виде святыни от чего-то из глаз хлынули слезы. Подумалась вдруг, что Пресвятая Богородица любит всех нас, и добрых, и злых, и щедрых, и скупых, и смиренных, и гордых. «В моей жизни все так замечательно сложилось, я по-настоящему счастлива. Господь даровал мне прекрасную семью. Как же я могу отблагодарить Его за это?» – шептала Аня. Она еще долго молилась об Алексее, Ксюше, родителях, бабушке. Потом с легким сердцем вышла на улицу и заметила нищенку в инвалидной коляске. Рука машинально расстегнула сумочку, достала кошелек. Еще мгновение, и их глаза встретились. Аня вздрогнула, и ее на несколько секунд охватил парализующий ужас. Как тогда, во время их первой и единственной встречи, перед ней была Алена? «Как?» – только и смогла прошептать женщина. Ни один мускул на лице Алены так и не дрогнул. Ее взгляд излучал лишь смирение и покорность судьбе. Немного помолчал, она неожиданно улыбнулась. «Все под боком ходим. Ты забудь, что видела меня, Аня. Пожалуйста». Оказалось, что покорить Москву у молодой, ветреной и амбициозной женщины так и не получилось. Знакомый, который обещал жениться, построил хороший бизнес. Правда, Алена быстро ему надоела, и он выставил ее на улицу. Конечно, она была совершенно не подкована юридически. А на бывшего жениха работал целый штат специалистов. «Я осталась без денег, без квартиры. К маме в деревню ехать не хотела. Это казалось мне тогда позором», – рассказывала Алена. «Казалось, что все самой вышло. Знаешь, мне пить вообще нельзя было. Я это всегда за собой знала. Начну, и уже не чувствую меры. В общем, мне понадобилось совсем немного времени, чтобы...» Алена кивнула на ноги, и голос ее дрогнул. Ноги ампутировали полгода назад. Обморожение. Потом, словно опомнившись, быстро-быстро заговорила. «Я не пью больше, ты не подумай». После того ни капли в рот не брала. Как-то вся жизнь перед глазами пронеслась, а потом... Потом я подумала, что однажды мне, наверное, придется стоять перед Богом и отвечать за все. «И так страшно стало. Ты можешь мне не верить, но я даже подумала, как хорошо, что я теперь инвалид. Возможно, я уже этими страданиями и хотя бы частицу грехов покрою. К маме я теперь точно не вернусь. Не хочу и на шею сесть. Да и стыдно мне ей в глаза будет смотреть. Пусть лучше думать, что я зазналась и забыла про нее. Все лучше, чем правда». Аня схватилась за голову и заплакала на взрыв. «Ну что ты за человек, Алена? Ну зачем я тебя встретила? Что ж ты все лезешь в мою жизнь? Как мне теперь поступить? Я же не смогу просто оставить тебя здесь. Я только что молилась и говорила о том, что хочу отблагодарить Бога за все, что имею. И вот ты теперь свалилась на мою голову. Но я не готова на такую жертву, слышишь? Не готова. Я не хочу впускать тебя в свою жизнь». Алена тихонько заплакала. А потом взяла Аню за руку и призналась. «Я молюсь о тебе. Знаю, что ты Ксюшу поднимешь. Знаю, что будешь для нее самой лучшей матерью на свете. Такой, какой не смогла стать я. А теперь иди, Аня. Иди. Моя судьба не твоя судьба». А не хотелось зацепиться за эти слова и бежать со всех ног. Подальше от этого места, подальше от этого человека. Но сердце думало совсем иначе. Сначала она привезла Алену к тете. Та была человеком верующим, поэтому постаралась понять этот поступок к пельмяннице. Потом были долгие разговоры по телефону с Алексеем и Ксюшей. Наконец, Аня отправилась домой. Но уже не одна. Алену она отвезла в деревню к ее маме и обещала, что будет всячески помогать. Ксюша тем временем наблюдала, как общаются две женщины, считавшиеся ее мамами. А потом задала Ане один единственный вопрос. «Ты ведь ее простила, да?» Аня молча кивнула. И тогда дочка тихо прошептала. «Значит, и я смогу простить. Верно?» Аня улыбнулась и, обняв девочку, крепко прижала ее к груди. На праздники они привозили Алену в город. Пасху тоже встречали вместе. Вот и сейчас Алена сидела в инвалидном кресле, напряженно вслушиваясь в слова молитвы. Лицо ее избороздили глубокие морщины. От былой внешней красоты не осталось и следа. Но Аня восхищалась тем преображением, которое произошло в ее душе. По сути, это был уже совсем другой человек. Алена будто умерла, а затем духовно воскресла для новой жизни. Аня увидела, как Ксюша подошла к ней и положила руку на плечо. Потом наклонилась и медленно произнесла. «Я прощаю тебя. И ты меня прости, мама». Автор Наталья Климова «Беларусь». «Я прощаю тебя. И ты меня прости». Рассказ из «Славянки» за март-апрель 2018 года. Иллюстрация на заставке Вячеслава Люлько. Продолжение следует... Продолжение следует...